Приветствую вас, друзья! С вами рубрика поделки с конструктора. И сегодня, как вы видите, мы будем делать вот такой танк с вращающейся башней. Хотите знать, как сделать такую игрушку из обычного конструктора? Смотрите мой ролик. Вот такие детальки нам понадобятся сегодня для создания нашей поделки танка. Не так много. Хотя кому-то покажется, что их много. Вот такие с колесиками. И прочитать практически всех видов. Приступаем к сборке. Первым берем вот такие детальки с колесами. Они обычно там аналог паровозика. Четыре штучки. Две из них мы разбираем. Снимаем колеса с одной стороны. Это будет внутренняя часть, чтобы они не терлись. Потому что они будут очень плотно прилегать друг к другу. Таким видом. Снять их не сложно. Положите их в отдельную коробочку, пакетик, чтобы не потерять. Потом прицепить и использовать как раньше. Если вам эта игрушка будет не нужна. Итак, собираем. Выставляем. Соединяем, если это надо. Как паровозики. Теперь с выступом соединяем наши две вагонеточки. Теперь устанавливаем сюда. Все с выступом делается. Вот так это выглядит. Теперь устанавливаем промежуточные. Они будут скреплять всю конструкцию в начале. Как pan Teslas clearly представляем. Было лимон, он획и. Как painted белого цвета. Как паузами. Так что Zweеоне. Alnut теперь. Как chutney. Как паузами. Как reader. Как паузами. Как паузами. Теперь устанавливаем вот такие вещички, они обычно детальки для крыши, она и вон, можете видеть, с черепицей. Устанавливаем, это будет у нас передняя часть, оно должно идеально подойти, вот как видите, уже очертание. Теперь делаем второй, обязательно внутрь ставим четверные, потому что нам надо будет стержень, на котором будет вращаться башня делать. У нас уже приобретает более-менее очертание. Теперь берем вот такую вещичку, это обычная труба от фигурки паровозика, мы их тоже будем использовать, вот оно собрано, мы их сзади поставим. Ну пока это не время. Для чего ставили мы одинарные, точнее четверные кубики, для того, чтобы здесь можно было их раздвинуть. Конечно не так легко, если вы хорошо собрали, и установить вот такой стержень для будущей башни, на котором будет все крутиться и вращаться. Итак, основание, сам корпус танка у нас готов. мы его пока отставляем, и приходят к нам детальки для создания башни. И парочку осталось на закуску, которую мы в конце поставили. Последние штрихи танка. Итак, собираем башню. Берем самый большой, к нему приделываем с краю. Желательно, чтобы из одного комплекта был конструктор. Бывает, как я в предыдущих роликах рассказывал, что детальки немножечко разные, хотя на вид одинаковый, где-то тоньше, где-то тоньше, и крепятся они так надежно. Теперь получившейся нашей, делаем четверной вставляем сюда. У нас тут должна быть выемка. теперь снова берем большую, вот такое выходит. Снова берем четверную, выбираем, теперь одну из желтых, вниз сюда, она будет сдерживать. теперь еще одну, тройную, вот такая у нас уже очертание приобретает. Еще, опять четверную, прикрываем это все красным, закрепляем. И оставшуюся большую, восьмерную, ставим. Кстати, извиняюсь, если где-то в роликах ошибаюсь в количестве этих ячеек, так называем, больше-меньше. что делаю, это все без сценария, на ходу. Так, ну вот, у нас получилась такая башня. Как можно плотнее ее прижимайте. И внизу у нас выемка. Она будет совпадать с той штуковиной, на которую мы поставим ее. стержень, так скажем. Теперь нам, что у станка самое главное? Пушка, ствол, орудие. Берем такие двойные. Не знаю, как в вашем наборе. И их складываем. Подходит двойные лучше всего, потому что будет симметрия. Вы, кстати, можете либо, как я, по центру, а можете и выше сделать. Ну и так, насколько вам фантазии хватает, может вы в танках разбираетесь, в модификациях, делайте более современное. Так, продолжаем делать ствол башенного орудия. Так, он готов. И теперь, поскольку у нас ствол теперь тяжелее, видите, перевешивать немножко, надо в противовес сзади сделать еще с красными, четверными, или каких скольки. Вот такая фигурка получается вот такая у нас башня. Ну что, пришло время соединять все вместе в наше орудие в руке и медленно поправляем все штрихи, чтобы все крепко было. И медленно сопоставляем. И вот танк, в принципе, у нас готов. Остались маленькие штрихи. Я решил вот эти вот запчасти основания паровоза установить сзади. Оно получится, как будто это топливные баки и труба для выхлопа. Ну, в моей фантазии, по крайней мере, так. Вот такой у нас танк. Башня вращается. Немножко еще доработаем. И ваш ребенок может убирать войнушки. А на этом у меня все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели мой ролик. Подписывайтесь на мой канал Волчок ТВ, смотрите рубрику поделки из конструктора, если вам это нравится, а также другие мои разделы моего канала. Это фрагменты детства, мусорное искусство, в котором мы делаем разные поделки, в прямом смысле из мусора, фигурки из пластилина, физкульт-привет, где я показываю разные упражнения, потому что спорт я тоже люблю. А также вложки, путешествия и прогулки, если вам это интересно. Спасибо, что смотрели. С вами был Волчок ТВ, рубрика поделки из конструктора. Делали мы сегодня танк. Вам желаю творческих успехов, всестороннего развития и в связи с такой подделкой мирного неба над головой, друзья. Пока.